Уважаемые телезрители Уважаемые телезрители Уважаемые телезрители Уважаемые телезрители Уважаемые телезрители Сухие, солнечные, жаркие дни Только в первое время вызывали восторг Потом же все поняли Насколько утомителен зной И сколько бед он может принести В районе только в июне Зарегистрировано 6 пожаров Деревня-отлегач во время сильного ветра Замкнула провода Отчего возник пожар в хозяйстве Тимирбаевых В огне сгорел жилой дом К сожалению, не только стихией природы Становятся причиной пожара Зачастую это наша беспечность Сразу три дома Вместе с надборными постройками Сгорели по улице Димитрова Восьмилетний мальчик Бросил окурок на сеновал Но может быть огонь не принял бы Такого масштаба Если бы не газовые баллоны И горючие смазочные материалы Которые хранились без соблюдения Правил техники безопасности Небрежно брошенный окурок Стал причиной пожара В деревне Каймашабаш Где сгорел нежилой дом А ночью 28 июня Огонь охватил двухэтажный дом В 52-м квартале города В дыму задохнулась женщина Огонь сделал дом неприводным для жилья Уничтожил домашние вещи В четырех квартирах Обстоятельства возникновения пожара Выясняются Возможно, что и здесь Его причиной стал окурок Напоминаем всем Будьте предельно осторожны Огонь шутить не любит Уважаемые телезрители А теперь слово предоставляем Председателю райкома Профсоюза работников Агропромышленного комплекса Физави Фаезовичу Гумарову Утро, уважаемые телезрители Уважаемые на улице Наши селяне В сельскохозяйственном производстве Начался самый ответственный период Решающий наши судьбы И благополучие на последующий срок Как все мы с вами отнесемся к задачам Обеспечения населения продуктами питания Таков и будет уровень жизни Каждого И любого человека Сегодня уже каждый из нас убежден Ждать милости Не от кого Придется Добыть ее каждому Трудом Трудом честным Трудом добросовестным Невзирая на создавшиеся трудности Агропромышленного комплекса С оптимизмом И надеждой на будущее Трудятся Труженики сел и деревень При активной помощи Работников других отраслей Народного хозяйства Сегодня я От имени всех работников Агропромышленного комплекса С гордостью сообщаю вам Когда по всей России идет Неудержимый спад в сфере производства И на улице Как и прежде Держатся на плаву Успешно выполнены Полагодовые планы Производства Изготовок животновских продуктов Улучшается качество Реализуемой продукции Сохраняется численность скота Большинство хозяйств района С честью справились С поставленными перед ними задачами Нельзя не отметить Особый труд Мишуринцев Худайбердинцев Коллектива Шудэгской Тауской Сандугарской Малышно-товарных Тартарской Щераулской Овсотоварных ферм Свиноводческого комплекса Колхоза имени Мишурина Операторов машинного даяния Мухаммедзановой Анны Колхоза Победа Камаловой Венеры Гумировой Милевши Колхоза имени Худайбердина Адыевой Файрузе Колхоз Ленинюла Нуртиновой Фанисе Колхоз Урожай И многие другие Которые своим самодверженным трудом Добиваются высоких показателей И стали победителями Районного экономического соревнования Счастье и хвала им И их последователям Полная уверенность Что успешно будут выполнены Годовые планы По производству животных и продуктов И ни одна семья в районе Не почувствует трудностей В продуктах питания В таком духе трудятся В эти дни и полевода С каждым днем Набирают темпы корма заготовки Уже на сегодня По району заготовлено Более половины плана сена Вополнено план заготовки сенажа Приступили к заготовке селоса Погодные условия Позволяют собрать Достаточное количество кормов Для предстоящей зимовки Ожидается неплохой урожай На полях района Задача тщательно готовиться К предстоящей уборке И убрать все В сроки и без потерь На это было и нацелено Недавнее районное семинарное совещание На базе колхоза имени Мичурина Мичуринцы и в этом плане Проявили себя Что они настроены на трудовые подвиги И на деле сумели убеждать Представителей всех хозяйств Доказать на что способен Сельский труженик И отрадно Люди разошлись С совещанием Определенной облегченностью Припотнятым настроением И надеждой Что селяне Достоинством проведет Уборочные работы И этого года Но нужно признаться Легкие страды не будет Замкнутый круг неплатежей Диспаратация на промышленную И сельскохозяйственную продукцию Забежка выплаты заработной платы Недостаток финансов для Приобретения материальных ресурсов И другие негативные явления в обществе Безусловно отразятся на общие результаты труда Поэтому Мы должны быть готовы К временным трудностям Даже некоторым неудачам В то же время Пока нет места Падать духом В республике Башкортостан На земле яновольцев Слава Богу Сохраняется мир Согласие Спокойствие И это Благодаря повседневной заботу Правительства Президента Республики Башкортостан Глава администрации Города и района Товарища Зиязова Назарь Загитовича Оглядывайтесь Дорогие друзья Вокруг И вы убедитесь Что такая обстановка Сохраняется В энтузиазме Именно руководителей Этого ранга И при поддержке Сознательного слоя населения Недавно прошедший Пленум Ракома профсоюза Отрасли Поддержал обращение Совета Федерации профсоюзов Ко всем членам профсоюзов Которые врячим за республики В связи с предстоящими Уборщими делами И призывающие Как никогда На сплощенность Консолидацию сил А не на конфронтацию Президиум Ракома профсоюза Ограрный союз В этот ответственный период Надеется на посильную помощь Работников всех отраслей Сферы обслуживания Здравоохранения Торговли Народного образования Культура Интеллигенции То есть всего Трудоспособного Населения района Хозяйственным руководителям Профсоюзному активу Необходимо Провести большую Организаторскую работу Мобилизации сил Проявление Человеческого фактора Создать все Необходимые условия Труда И быта От качественного Дешевого питания До санитарных условий Обеспечения Средствами пожаротушения Средствами Средствами Индивидуальной защиты Использовать все Возможности Чтобы провести Уборочную работу Без травм И аварии Использовать Меры морального Материального Поощрения Стимулирующие Системоплату Турда Участников Сегодня Назмей Яновольский Не должно быть Ни одного Постороннего Наблюдателя Который потом Неудачих Обвинил бы Узкий круг Лис Надеемся На разум Шесть и совесть Каждого И быт Патриотом Своей земли Своего района Тауларына Бүркет куна Бұған суына Түсе оқышлар Бұған жерем Урман кырларға бай Маттур ғымерите Йоқташлар Басулары Иген билен тулы Бол қапиона Йоқты Утлары Заманында Бек көп күшіне Перген Бабайларының Иғыр отлары Уз вақытын Біліп язлар келе Яңғыр яуған Ешін ешінеген Отам бабам Изге туфрағында ғымер бұйы Табынып ешеген Эй туған жер Бейек тауларыннан Йоқты таңларыннан Танырмын Сене болған Ұлы мақабеттым Бек тиленді Йота тамырын Каждағым из нас Янаул По-своему Близок и Дорог Исполнил Всего 4 года Как Янаул Получил статус Города Республиканского Подчинения С каждым годом Город все больше Изменяется к лучшему Приобретай Действительно Городские черты Вот что нам пишет Выпустница Средней школы Номер 5 Ирина Исламова Мой город Очень молод Ему всего лишь 4 года Он красив Опряден Я его очень люблю За то, что он По-деревенски Уютный И по-городскому Живленный За то, что Сегодня многие города Стали выглядеть Хуже, чем раньше А мой Гораздо лучше И просто за то, Что здесь прошли Все мои 17 лет На моих глазах Янаул Из рабочего поселка Превратился в город Как отрывки Из детской воспоминаний Я помню Что мама мне говорила Ты будешь учиться В новой красивой школе Нынче я закончила Среднюю школу Номер 5 А старого здания Стань зданий Увы, уже не помню Я помню полный ужас Крик мальчик Который осенью По пояс Застрял в дорожной колее На месте Дома номер 88 По улице Победы Я тогда, наверное Училась где-то Во втором классе Его спасли Случайно прохожие А дело могло Кончиться печально Радуется ли тот мальчик Что сегодня На этом месте Стают великолепные дома А такой грязи Их нет и в помине Если он хоть Немного любит свой город Наверное радуется Мои родственники Которые живут Нефтекамске Каждый раз удивляются Тому Что у нас Дороги стали хорошие А у них Этим уже Никто не занимается Я понимаю Что лично Моего вклада В этом нет Но все равно Горжусь тем Что город растет И хорошеет Мне хочется Чтоб побыстрее Расли пустые Рябины Заботливо Посаженные По улицам Советские победы Чтобы выжили Все саженцы Возле нового Микрорайона По дороге Нефтекамск А если бы Мы все Соблюдали Счастоту И порядок То стал бы Наш город Образцовым Переначивая слова Героя из бультфильма Я хочу обратиться Ко всем жителям Янаула Давайте жить дружно Больше любить Любить свой город Тогда и жизнь Станет лучше И интереснее Спасибо тебе, Ирина Нам очень приятно Сознавать Что город Дорог не только нам Взрослым А также И подрастающим Поколению Янаул Наша честь И наша гордость Нам дорого Все Что связано С нашим Янаулом С его историей Настоящим И будущим Его замечательными Людьми Сегодня мы По праву Можем сказать Что Янаул Это город Нефтедобытчиков Строителей Железнодорожников Работников Предприятий Промышленного Комплекса Город Тружеников И Созидателей Мы можем Гордиться Теми Большими Преобразованиями Которые Достигнуты Как в экономике Культуре Так и во всех Во всех сферах Нашей жизни Но главный Капитал города Это люди Высокая Сознательность Гражданская Зрелость Умение Работы Самодвешенно И творческой Активное Участие В общественной Жизни Вот характерные Черты Подавляющего Большинства Наших земляков И все же Наш Янаульский Район В основном Ориентируется На производство Сельскохозяйственной Продукции В тяжелейшем Прошлым Годом Первыми В республике Выполнили Главную Заповедь Хлебороба И в начале Текущего Года Труженик Колхозов И совхозов Наметили Очень ответственные Задачи По дальнейшей Интенсификации Земледелия И животноводства Увеличение Товарности Продукции Все эти планы Вполне Реальны И достичь их Можно Лишь в результате Напряженного Труда Работников Агропромышленного Комплекса Колхозников Рабочих Совхозов Механизаторов Специалистов Руководителей Всех Звеней Огромной Помощи Коллективов Промышленных Предприятий Транспортных Строительных Организаций Учреждений Всего Трудоспособного Населения Района Труженики Района С надеждой Вступили В Новый Год Положительные Тенденции В определенной Мере Отразились В экономике Района Изыскываются Финансовые Средства Для того Чтобы поднять Социальную Сферу Строить Дороги Жилье Проводить Газификацию Населенных Пунктов Таким Образом Можно с уверенностью Сказать Что в районе Фирмуется Единый Народно-хозяйственный Комплекс Органично Сочетающий Промышленное И сельскохозяйственное Развитие Тешилер Бізге Тузеген Ишлерге Рахмат Эйтилді Нур-Мухаммад Хадират Сузларына Кошылып Тағын Бұрғабатлысы Киле Мешетінің Хозурлығы Аның Бинасы Матурлығына Тугіл Этурадан Туры Холқының Күркемлігіне Бәйлі Хамылшылай Бұртта Холтсын Илі Жиз Наш Састайы Избойден На праздники Ход ет Енемногы Они запоминаются И оставляют В душе След Если празднуешь От души Нельзя не сказать Несколько слов И о нынешнем Национальном празднике Сабантуе В этом году Он был особенно зрелищным Яркий Самообытный праздник Плуга Труда И культура И спорта Порадовал Нынче И на улицах Он проходил Как было отмечено И в докладе Глава администрации Города и района Назиры Загидовича Звязова Знаменательный год Праздывания Пятидесятилетия В преддверии празднования Всемирного Курултая Башкир Жиен-19 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Далее ознакомился с участниками семинара и выступил ответным словом Вельмир Хайбрахманович Азнаев. Мы собрались перед большим событием. Практически горька хлебов началась. Заготовка тоже началась уже третий день. День сдачи зерна государства идет. Это впервые в начале заготовки Сетамазский район. Приступил зато Медивузовский район. Ну, пока мало правда, но потихонечку все районы республики втягиваются в уборочные дела. Сегодня на встречу с вами приехали главы администрации соседних районов, которые заготавливают в данный элеватор зерно. У нас глава администрации Татышинского района Фред Мухаммедович. Он присутствует. Также присутствует глава администрации Балтачевского района Раштаракевич. У него филиал Яновойский элеватор там находится. Там глава администрации Калтасинского района. Вот он присутствует. Также наши предприятия с честью выйдут из ситуации, как и в прошлом году. В прошлом году, несмотря на то, что была дождевая погода из миллиона двухсот тысяч тонн зерна, практически мы высушили в своих предприятиях миллион сто тысяч тонн и практически сыровых не было. В этом году, я думаю, наши предприятия не подкачают. Выйдут с честью необходимые государственные задания по заготовке зерна, семейного материала. Мы вовремя заготовим и заложим качественно и сохраним. Со своими песнями приветствовали гостей Наиль Шаймарданов и популярный композитор Инсав Хабибуллин. После встречи гости и сопровождающие их лица направились на пасеку Янаульского элеватора. Наш элеватор не случайно был выбран местом встречи. Стало доброй традицией встреча Совет директоров хлебоприемных пунктов республики перед заготовкой большого хлеба на базе того предприятия, который в предыдущем году первым начал заготовку большого хлеба. Еще свежие в нашей памяти дни приемки зерна нового урожая 1994 года. Первым с красным опозом приехали труженики колхоза имени Мичурина. Кстати, в этот день также участвовал и приветствовал как труженик колхоза имени Мичурина, так же труженика всего нашего района Вильмир Хайбрахманович Азнаев. 10 июля началось для участников семинары совещания сознакомление базы Янаульского элеватора. Гости побывали на свиноферме. Их приятно удивила чистота, порядок, заботливо ухоженные светочные клумбы на территории подсобного хозяйства. Как отметил Вильмир Хайбрахманович, такого порядка не увидишь даже перед административным зданием многих хлебоприемных пунктов. Участники семинара совещания посетили также мельницу, комбикормовый завод, складские помещения, медпункт, пекарню и магазин элеватора. Кстати, хозяевам было что показать, а гостям соответственно чему поучиться. Наш Янаульский элеватор обслуживает все северные районы республики. Болтачевский хлебоприемный пункт является его филиалом. Предприятие обеспечивает 6 районов мукой, крупой, 11 районов комбикормами. Имеется возможность в раз разгрузить 17 автомашин. Конечно, и проблем хватает. Чем больше, крупнее предприятия, тем больше, тем их больше, как сказал директор элеватора Анфис Ахнафович. Финансовые нерядицы, охватившие всю сферу экономики, также нашли отражение в производственных отношениях Янаульского элеватора. Тем не менее, предприятие с каждым годом наращивает темпы производства, ведет строительство объектов соцкульпты, работает асфальтный завод, благоустраивается территория. Недавно была проведена приемка технической базы элеватора. Комиссия признала подготовленность предприятия для приемки, размещения и сохранения зерна нового урожая хорошей. Совет директоров с отчетным докладом о работе ГАО «Башкорстанхлепродукт» начал его генеральный директор. Как он отметил, первые полугодия 1995 года прошел в небывало трудных условиях. Произошел спад производства муки, крупы, комбикормов. Многие мукомольные заводы были вынуждены раньше срок остановиться на капитальный ремонт. Мука отпускается только лишь на хлебопечение. Но, к счастью, в последнее время положение стало стабилизироваться, как отметил Вильмир Хайбрахманович. Открываются, строятся новые заводы, завод по производству премикса, строятся комбикормовые заводы Приютово, Раевки, Кушнаренково, где будет возможность производить качественную продукцию. Технические базы всех хлебоприемных пунктов республики, кроме Бакалинского, приняты госкомиссией на оценку «хорошо» и «отлично». Предприятия провели очень большую работу. Словом, они все создали условия для приемки зерна нового урожая. Перед собравшимися также выступил директор иноуського элеватора Анфис Ахнафович. Он рассказал, как на сегодняшний день живет и трудится, какие проблемы решает коллектив предприятия. В премиях по докладу выступили директоры Раевского и Буздягского элеваторов Самохин Валентин Михайлович, Сакаев Алик Загитович, также представители колхоза «Победа Москут» Кашапович Кашапов и многие-многие другие. Во время перерыва мы побеседовали с генеральным директором объединения «Башистан хлеб-продукт» Вильмиром Хайбрахмановичем Аднаевым и главой администрации города и района Назаренко Загитовичем Зиязовым. Вильмир Хайбрахманович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о сегодняшнем заседании совета директоров. И, как мы знаем, вы у нас не впервые. Как вы оцениваете подготовленность нашего хлебоприемного пункта приемки нового урожая? Спасибо. Что бы я хотел сказать. Сегодняшний наш совет, он собран тут не случайно. Я действительно был в прошлом году, когда в республике впервые, первыми в республике вы начали заготовку зерна. В то время, посмотрев ваше предприятие, убедился, что он на высоком уровне готовности, культура производства тоже на высоком уровне. Кроме того, есть очень много новых строений, особенно подсобных хозяйств. Поэтому тогда уже мы договорились с директором о том, что в этом году будет у нас выездное заседание совета директоров именно на территории Яновойского элеватора. Мы сегодня подводим в целом итоги полугодия, в то же время подготовка элеваторов наших предприятий, у нас 40 единиц их, и сегодня подводим итоги на нашем заседании. Сегодня практически все элеваторы наши, кроме Бакалининской, готовы к приему зерна, с оценкой хорошо и отлично. В том числе Яновойский элеватор подготовлен на оценку хорошо. Комиссия работала, в составе комиссии работали и ваши представители, представители администрации района и управленцы из хозяйства. Сегодня вот, когда наши директора присутствовали, участвовали, смотрели, и еще раз убедились о том, что действительно предприятие высокой культурой, на уровне все это производится, и производство муки, комикормов, также и пособные хозяйства, хлебопеченье ведется, магазин свой имеется, выращивается свиноположение и так далее. У нас всем это понравилось, поэтому я считаю, что на правильном пути предприятия и директор тоже держит производство на нужном уровне. Действительно, сегодня в нашем районе проводится семинар совещания руководителей хлебоприемных предприятий нашей республики. Это очень большое мероприятие, я считаю. Наш элеватор подготовлен, я говорю вот тоже подтверждение, очень хорошо. Материальные базы, много сделано по благоустройству, по реконструкции производственных участков и цехов. Коллектив элеватора, руководство элеватора, другие предприятия, расположенные в нашем районе, очень много сделали. Большое спасибо руководству, Башкорстан хлебопродукт, Вильмир Хайбрахмановичу, его службам, много сделано в этой части. Ну, наверное, население нашего района согласятся, наверное, на полях колхозов и совхозов нашего района. Выращен неплохой урожай, есть полная уверенность, что колхозы и совхозы нашего района сдадут тот объем определенный, 25 тысяч тонн. А вообще-то есть возможность 30-35 тысяч тонн даже сдавать, тем самым поправить свое, значительно поправить, должны наши колхозы и совхозы свое финансовое положение. А элеватор, я не сомневаюсь, коллектив элеватора, без негативных задержек, очень хорошо примет выращенный урожай, тем самым будет способствовать дальнейшему росту экономической состояния наших колхозов и совхозов. На совете директоров также участвовал человек, который многие годы тому назад строил иноузский элеватор Павел Иванович Калачев. Скажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Очень хорошие впечатления остались все и на урожайском элеваторе. Очень произошли большие изменения за прошедшие годы. Я 23 года тому назад уехал с элеватора. Элеватор в то время строился и хорошо развивал техническую базу. Но то, что сегодня, это уже совершенно несравнимо. Много потрудился коллектив. И вот я на воротах, значит, надпись есть, значит, коллектив борется за образцовый, значит, трудно. Я считаю, что надо лозунг сменить, что это уже является коллектив образцового труда. И вполне уже это заслужил этот коллектив. Развитие базы идет, реконструкция идет, значит, благоустройство, особенно благоустройство. Коммерческая деятельность. Посмотрите, какая прекрасная пекарня. Магазин, подсобное хозяйство, медицинский пункт, сауна. Ну, знаете, жизнь идет вперед. И довольно-таки хорошими, быстрыми темпами. Я бы желал, значит, коллективу, не на ульско-элеватора, дальнейших вот таких водотворных, хороших успехов во всех, во всех их благих начинаниях. Конечно же, очень приятно слышать такие отзывы. Ведь действительно, администрация коллектива и на ульско-элеватора достойна таких слов. Ведь хлеб – основное наше богатство. Будет хлеб, извините мне за банальность. Будет песня, будет жизнь. Последний поворот дороги к и на ульскому хлебоприемному предприятию проходит колонна красного обоза с первым зерном от нового урожая из колхоза имени Мичурина, символизирующего начало уборки, начало большого хлеба. Для тружеников колхоза имени Мичурина это событие стало праздником вдвойне, так как по времени прибытие красного обоза совпало с проводившимся на базе и на ульского хлебоприемного предприятия семинара совещания акционеров государственного акционерного объединения «Башкортостан. Хлеб. Продукт». Дорогие товарищи, труженики колхоза имени Мичурина, уважаемые наши гости, сегодня для всех нас, особенно для янаульцев, прежде всего, конечно, для тружеников колхоза имени Мичурина, очень радостные и приятные события. Вообще-то праздник для всех нас это первыми в районе вы сдаете зерно нового урожая, выращенного вами механизаторами со всеми колхозниками вашего хозяйства. Колхоз имени Мичурина у нас является одним из крупных хозяйств района. Здесь у нас расположен крупный свиноводческий комплекс на 9 тысяч поголовья и другие производственные объекты. Из года в год наращиваются объемы производства свинхозпродукции, хотя было время, когда этот колхоз последние 3-4 года тому назад лежал на боку. Вот с приходом нового молодого генеричного председателя, товарища Занима Зарвиновича, многое изменилось в лучшую сторону. Мы желаем вам прежде всего от имени коллектива «Элеватора», от имени всех дружинников района, администрации и, наверное, участников сегодняшнего семинара совещания, выгодители «Элева районных предприятий» и крепкого здоровья. Успехов вам! Спасибо вам за добросовестный, хромосливый труд. Есть реальная возможность в этом году поправить финансовое положение колхозов и совхозов нашего района. Выращен неплохой урожай. Вот многие уже приступили к обмолоту ржи, гороха. Все хозяйства в основном уже приступили к уборке урожая. Еще раз большое спасибо за хлеб и соль. Мы желаем вам здоровья, успехов, всего самого доброго на этом свете. Давайте вместе ответим. С теплыми словами приветствия к прибывшему красному обозу к тружникам колхоза имени Мичурина обратился генеральный директор государственного акционерного объединения «Башкортостан Хлеб Продукт» Азнаев Вельмир Хайбрахманович. Мы всем составом ГАО «Башкортостан Хлеб Продукт» рады участвовать на таком торжественном мероприятии, на празднике района. У нас почти все директора наших элеваторов хлебоприемных предприятий присутствуют. И я рад. Далее слово для выступления взял Анфис Ахнафович Гельмулин, директор Янаужского хлебоприемного предприятия. На наших краях пусть мы каждый раз принимаем ваше зерно первое и пожелаем вам всем труженикам колхоза имени Мичурина за ваш кропотливый труд, за ваше добросовое отношение к нам. И мы всегда, Янаульский элеватор, колхозу имени Мичурина, особенно, чтобы всегда не только девять... Работницы Янаульского элеватора искренне, от души преподнесли цветы и хлеб с солью участникам красного обоза, а затем с ответным словом выступил председатель колхоза имени Мичурина Данил Дарвинович Давлетов. Дорогой Вильмир Хабир Ахманович, Назир Загидович, Анфис Ахнафович, это наши основные шефы, без элеватора, без их превышенства мы и не представляем нашу жизнь. Наша рука, по-моему, легкая, в том году мы тоже впервые сдавали, и хлебозаготовку впервые в Башкирии закончили. Думаем, и в этом году не подведем. Примите наш добротный, от всего сердца выращенный наш урожай. Всего доброго. Машины с зерном нового урожая прежде всего направились к лаборатории элеватора, где произошел забор специальными транспортерами образцов для анализа качественных характеристик зерна. Таким нехитрым способом образцы попадают в лабораторию. Зерно прежде всего проверяется на влажность. Работники лаборатории были приятно удивлены, когда электронный измеритель влажности показал цифру 17,93%. Ведь в прошлом году, когда лето прошло в дождях, показатель влажности зерна часто превышал 30%. Используя крылатые выражения, можно сказать, таможня, то есть лаборатория, дает свое добро. И вот оно, действительно золотое зерно, и по яркому блеску, и по вложенному в него огромному крестьянскому труду. Первые тонны зерна нового урожая пошли на элеватор. Доброе начало большому хлебу положено. На днях наша съемочная группа побывала на полях колхоза имени Мичурина. Труженики колхоза 9 июля приступили к уборке ржи. Используя погожие дни, хлеборобы стараются скосить и обмолотить как можно больше гектаров урожая. Сегодня на полях только на обмолоте работают 9 комбайнов. Только в Нурканской бригаде скошен на 260 гектарах. Урожайность составляет более 20 сантиметров с гектара. Лидерство удерживает прошлогодний победитель в обмолоте Миншараев Борис. На своем комбайне Дон 1500 он за вчерашний день намолотил 546 сантиметров, а всего с начала уборки им намолочено 813 сантиметров. Не уступает ему в трудовом рвении и комбайнер Гараев Александр. Им всего уже намолочено 665 сантиметров, а вчерашний итог составил 468 сантиметров. Заданный ритм работы поддерживается и сельскими водителями. Только за вчерашний день Галин Марсель на своем КАМАЗе вывез на зерноток 915 сантиметров. Всего им вывезено 1315 сантиметров. Конкурентом Галину Марселю в хорошем смысле является его товарищ по работе Мухаммедшин Илхам. За вчерашний день он вывез 841 сантиметров, а всего им вывезено с начала уборки 1175 сантиметров зерна нового урожая. Уборку урожая мичуринцы стараются вести комплексно, максимально используя отведенное природой время и стараясь как можно эффективнее использовать технику и хлеборобский опыт. Уборки урожая и вообще быть первыми очень тяжело. Как сейчас вот идут дела у вас, особенно после того, как вы первым привезли первое зерно нового урожая в качестве красного обоза? Скажите, пожалуйста, о двух словах. Мы хлеб действительно сдали. Сейчас уже это с одной стороны отрадность, с другой стороны большая ответственность. Уборочный комплекс, можно сказать, у нас полностью уже подключился на уборку. Вот полным ходом идет скашивание, обмолот, азимаржи. Сейчас уже можно подключиться и ешь меню. Мы думаем, в июле месяце завершит уборочная работа. Тружники колхоза имени Мичурина серьезно настроены на трудовую победу. Хорошую, по-крестьянски добрую заявку на лидерство они уже сделали.